Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий вообще и стратегическим жеужекам в частности. Вы видите и слышите главного верховного стратегического жеужека планеты Земля Алексея Халецкого. И мы продолжаем на последнем уровне сложности проходить Old World, Древний мир. За Египет на реальной карте Древнего мира, в общем-то. Я не могу сказать, что Средиземноморья, потому что тут и все, и Малая Азия должна быть. И там, ну короче, Древний мир. Подробности в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой. Там все я рассказываю и давайте продолжать. У нас Царица Мехаа Новая. Опять мы сменили... Так, давайте глянем наследников. Да, вот Царица Эсен Хэббис. Про правила всего 9 лет, к сожалению. Ну ничего, у нас... Да, у нас, кстати, наша Царица не жената. Не замужем, извините. Не замужем. Ну в принципе у нас дофига наследников и так. Но найти мужа Царицы, я думаю, имеет смысл. Давайте подумаем, с кем-нибудь из семей или с заграницы. С кем у нас тут отношения? Давайте, по-моему, с хеттами породниться. Это улучшит отношения. Так, что тут? Зарубежный брак Царицы. Вот, 100 цивиков и 2 приказа. Я думаю, имеет смысл отправить туда запрос. 100 в городах. Старший монах. Но я тут жду один ход, чтобы... Блин, чтобы что? А, вот тут один ход, чтобы поэта сделать. Так что давайте мы здесь совет пока проведем. Авзау, форум второго уровня. Один гражданин есть. Но вот тут я бы еще поэта тогда. Вот сюда причем. Или они одинаковые. И тут, и тут поэт. Четыре культуры. Три культура. Нет, не одинаково. Давайте сюда. Дальше. Рудник сделан. Ферма. Ферма. Хотя что у нас ученые могут делать? Я уже... А, менять карточки научные. И в качестве наместника запрос. Где она у нас с наместником сидит? Зау. Мы поглянем. Думаю, что запрос такой. А тут переведено исследование. На самом деле это вот это исследование. Не запрос, а исследование. По завершении 80 науки. Ну, короче, грубо говоря, цивики в науку конвертировать. Ну, такое. 9 лет, что-то долго. Что-то долго. Так. Верблюды. Тут монастырь строится. Блин, реально, где нам тут домики делать? Гарнизон. Домики. Наверное, все-таки домики сделаю пока. Домик. Так. Здесь. Развивающе. А где-нибудь еще развитое есть, кроме столицы? Вот в Абджу скоро будет. Ну, я бы тут фермы добил. Еще у нас крабики появились. Давайте вот тут крабиков. 118 монет. Тут ферму. 81 монета. Ну, собственно, за счет еды пока и получаем большинство денег. А камень я накапливаю, чтобы чудо строить. И тут я для домика еще оставлю место. Пошли, наверное, в этот город. Пастбище 119. Чуть не хватает немножко. Чисто ради приказов. У нас постоянно нехватка приказов. И... Так, нужно скаута отправлять. Исследовать. Давайте я куплю, наверное, у меня дофига муштры пока. Надо вон, у нас там руинки, я вижу. Так, сделаем пока и закончу ход. Ну, потому что приказов мало. Территорию у нас нету Карфагена на карте. У нас хетты вместо Карфагена. Я вот не помню, а тут можно вообще самим поставить против каких соперников? Я бы поставил... Короче, я бы вам рекомендовал, если вы на этой карте играете, чтобы у вас Карфаген был. Так, воплотили это наследие. Перемирие с Вавилонией, а с Сирией. Они воевали. Опять утратил уверенность и потерял Харину. У нас и тут утратил уверенность и потерял их Харину. У нас, не знаю, прошлую серию и эту серию. Все мои придворные почему-то в минус идут. Так, поступило предложение брака. Герой. Мудрый, харизматичный, отважный. Вот это крутой чувак. А этот у нас интриган. Ну, у нас есть, в принципе... Сейчас, прийти, дайте я гляну. У нас мы шпионов сейчас открыли. Блин, сейчас, подождите. Я, кстати, могу поменять. Светилище, перейти в государственную религию. Кстати, она у нас не в манихействе. Давайте, наверное, метафизику откроем. Перейти в государственную религию. Дальше сама Чувиха. Так, для шпионов у нас смотрим. Принцесса-консорт. Мудрость-3. Мудрость-4. Мудрость-5. Ну, я бы вот этого чувака-шпиона. Значит, нам не нужен муж-шпион, я думаю. Интриган. Возьмем. Блин. Тем более, он старый, 51 год. Вот этого берем. Принца Лобарна. Так, группа манихейских переселенцев привела из далекой страны на востоке, услышав о нашем манихейском образе жизни. Они опытные строители. Материарх Нефрусибек-младшая предлагает выделить им ресурсы для постройки храма в их собственном стиле, который станет центром поклонения. Как быть с этими последователями мани? Попросить ознакомиться с их планами Цауаня. Как начать контролировать? Цауань – это чудо для манихейства. То есть, в принципе, мы это можем... Это здание можно построить только в священном городе. Давайте вот этим глянем. А, подождите, его эти строят. Это не строители строят, его строят как раз миссионеры. Блин, где у нас хоть один? Вот он. Так, вот Цауань. Значит, требуется священный город, требуется культура развивающаяся. Ну, в принципе, мы это можем построить. Только он в Абджу строится, как вы понимаете. Ну и норм, наверное. Давайте это... А второе что там? Плюс два гражданина. Да, давайте Цауаня берем. Контролировать Цауань. У нас появляется так. Это переходит в манихейство. Чтобы улучшить отношения. Так, где у нас последователи поближе? То есть, у нас пока два последователя. Только тот строит, этот построил монастырь уже. Но этого надо в Абджу. Переводить. Так, этот у нас строит Колизей вот здесь. Ну и что, он не начал? Да, блин. Театр, точнее. Так, и здесь я хотел спеца сюда посадить. Офицер-ученик. Ну, я бы, конечно, именно офицеров в городах рамсидов делал. Так что, давайте пока старшего. Потом я переключу вот сюда первого. Потому что они дают муштру и, соответственно, юниты строятся. Так, и вот сюда у нас спеца. Вообще уже пять граждан в этом городе нифига не работают. Так, видите, вот колесница на бараках стоит. Тут она будет прокачиваться. Все это время. Но, как и здесь, прокачивается мечник. Монах-ученик у Ассети. Гражданин два хода. Через два хода будет гражданин. Ну, давайте казначейство, наверное. Хотя денег-то дофига. С другой стороны. Давайте, наверное, два совета проведем. Так, что у нас в руинке? Наши первопроходцы обнаружили останки обширной цивилизации земледельцев. Поля на возвышении, разделенные неглубокими каналами, намекают на то, что ее жители пользовались методом поверхностного стока, что позволяло им благоденствовать в сезоны сильных дождей. Это место может многому нас научить о выращивании продовольствия, если мы уделим этому время. Так, либо собрать с полей урожай, 200 еды и 60 опыта царицы, либо позволить ученым изучить процесс. Сорга размещается на клетке 4830. Извините, это где вообще? Так, а где-нибудь показывают, где это сорга? Ну, короче, в каком-то городе или здесь эта сорга разместится? Нет, давайте, наверное, тогда соберем урожай. Походу, вот здесь эта сорга появилась бы. Ой. Дратути. Так, наверное... Кто не в курсе, скауты в лесах прячутся. Видите, этот глазик перечернутый? Значит, варвары не видят его. Ой, кстати, первые два леса. Вот здесь мы можем лесопилки строить, если что. Так, а давайте... ...сеть делать уже в городах. Так, значит, я... ...куплю приказ. Надо подойти. Так, 200 монет требуется. А, стоп, у нас главу шпионов. Я ничего не назначил главу шпионов. Блин, выбирал, выбирал, молодец. Так, главу шпионов выбираем. Два приказа еще надо. Так, и здесь... ...нужно 200 монет. Вот, пять лет. Он создает агентурную сеть. Сюда можно отправлять... ...еще шпионов. Но пока все-таки здесь у меня уже нет приказов. Сыщим ходом отправлю. То есть мы можем получать резы. Всякие. И там всякие еще шпионские акции проводить. Это прикольно. Вот, когда... ...вы уже много исследовали шпионами, чтобы можно было дальше... ...как-то шпионов использовать. Креца завершает средства колосса. А вот и племенной налет. У Сиена. Вот сейчас вот внизу вот здесь племенной налет. Даже там уже видно на мини-карте. И перешли все в манихейство. Сейчас нам там надо будет помогать народу. Так, ну я бы уже, наверное, храмы открывал. Пора. Ну это вот, почему мне надо было армию тут держать скорее. Перебрасываем сюда. Сейчас придется все ходы потратить на то, чтобы армию перебросить. Так, ну я думаю, что нам четверых хватит. Кстати, может сюда генерала? Только еще добавим царя-консорта. Кстати, а губеров пока некуда. На сияние напали. Люди в панике бегут, пока налетчики рыскают по земле, сжигая и грабя все на своем пути. Вдовствующий царь, самитих, любитель природы, приходит к вам просить о помощи саидскому народу. Господи, это еще муж нашей первой царицы до сих пор жив. Восемьдесят четыре года. Так, значит, что мы можем? Отправить древесину для барригад, предоставить им провиант. Да, предоставить провиант. Своим вульгарным поведением и непристойными речами ваш наследник, принц Нормер, испортил свадебное торжество, а Марно и публично вас опозорил. Но я так понимаю, что это не наш сын, это ваш брат, да. Как вы отреагируете? Видите, скромное подношение, загладить неприятное движение, разрядить обстановку, но мы не очаровательная. Ну, видимо, скромное подношение придется сделать. Так, Вабуджи, поэт, готов, еще один гражданин есть. Архив давайте. Потому что у нас лидер ученый, соответственно, архивы будут больше науки давать. Так, ну и нам уже можно чудо подумывать, строить. Что-то у нас мавзолей, акрополь. Значит, ну только мавзолей, акрополь пока. У нас 400 дерева, вообще без понятия откуда взять. 1200 камня, 300... О, у нас цивиков не хватает как раз. Что акрополь дает? Городское... Так, невозможно заменить. Все города плюс пол приказа за форум. А у нас-то форумы везде. Хорошо, а мавзолей? Новые юниты начинают... Не, там точно акрополь. Я очень хочу акрополь, потому что у нас постоянно нехватка приказов дикая. Так, посмотрим, убьют меня рабочего или сразу на город попрутся. Ну вот, для чего мы включали, чтобы вот сложность эта появлялась. Вот это, конечно, жопа, что они... Они тут вот будут появляться периодически, эти налеты. Разграбили. Вот здесь ходов будет на то, чтобы починить. Зароастризм просветления. Царица стала больной. Что это? Маша дверная сестра. Совершенно непоколебимая. Сброд из варваров-беженцев поселился за воротами Абджу. Они просят у вас помощи и убежище. Что мы ответим-то? Развитым стала Абджу. Позволит поселиться плюс один гражданин или станут разведчиками? Блин, вы знаете, хочется взять разведчиками чисто ради того, чтобы плюс шесть к приказам. А давайте сначала походим моими военными юнитами и посмотрим, сколько нам будет не хватать. Так, сюда атакуем. Убиваем. Блин, я думал, колесница может, если я убила, то еще атаковать. Ладно. Так. Чуть-чуть не добегает. Ну, я, наверное, возьму марш-бросок. Блин, они убьют ли мне эту колесницу? Я бы, наверное, не атаковал. Давайте, может, этого лучше атаковать. Просто она в городе стоит. Нет, давайте, знаете, не будем. Боюсь тут. Знаете, что, возьму разведчика чисто ради того, чтобы были еще шесть приказов сейчас. Потому что я, во-первых, этим хочу добежать. И тут начать строить Сауань. А, у нас не хватает пока цивиков на это. Окей. И тут еще куча рабочих у нас закончили. Блин, мы домики еще тут не строили в этом городе. Между прочим. Так, давай-ка вот сюда ферму. В самих городах. Так, тут ремонтируем. Форум. Архив. Архив. Офицер, ученик. Я хочу везде архивы точно. Так, четыре приказа. Ферма. Ферма. Барак. Кстати, вот сюда бы юнит тоже поставить. Даже переведу. Тут, видите, по морю он один ход тратит. Имейте в виду. Каменоломня. Тут у нас крабики, по-моему, да? Наверное, надо верблюдов. Слушайте, соль еще надо бы добыть. Ладно, сначала лагерь. 132. И один приказ остался. Давайте сюда переброшу. По следующим ходам начну. Так, а можно этого, которого нам дали, распустить? Или пускай будет. По-моему, они ничего, ничего не требуют в плане... Да, в плане содержания ничего не требуют. Поэтому, я думаю, пускай будет. Если бы он там требовал какое-нибудь... Дерево, например. О, смотрите, а кто-то варваров там мочит. Кстати, а мы еще ни одной... Минорной не встретили. Ни одного племени не встретили. Может, там племя какое? Ну, ну, мидийцы какие-нибудь или... Ну, убийцы. Меха, каменщица. Так, вздовольствующий царь погиб. Ну, наконец, он умер. 85 лет чуваку было. Принц Нормер становится главой семейства Саитов. Берниптак, земледелец, умер. Беренинг-младший умерла. О, мы чувствуем себя лучше. Уже больше не больны. Вы родили сына по имени Тутанхамон. О! Правда всегда одна. Это сказал фараон. Он был очень умен. И за это его называли Тутанхамон. Так, герцог Нормер. Минус три несчастья. Вообще зашибись. Конечно, минус 26 денег при этом. Пусть а мы в минус уйдем тогда. Вау. Мне кажется, надо ставить его. То есть мы будем сейчас постепенно продавать ресы. Так, на месте Квабджу. Красноречивый. Цивики за культуру дотошные. Ну, для пехоты в данном случае нет. Давайте красноречивый. Так. Крепкая. Будучи лидером, все города. Все города. Плюс 0,5. Десятых приказов ход. Вау. Да, конечно, это берем. Сейчас у нас приказов-то будет. Ну вот, кстати, появилась же штурм. То есть я сейчас еще раз могу атаковать. На самом деле. И еще раз. Тут уже выйдем. Добьем. Отлично. Так, ну я везде решил архивы. Потому что у нас каждый архив. Ну вот сейчас вот они эти висят. По завершении дают науку. Плюс один в науке вход. И просто за ученую еще плюс два. То есть у нас наука сейчас должна вообще попереть. Так, поэтмастер завершен. Тоже архив. И до храмов три хода. Кроме того, нам надо... Нам надо цивики для Цауаня собрать. Так, а вот тут гарнизон логично. Потому что он будет влиять на эти два... Да, блин. Нажимать на иконку, он начинает строиться. Тут что-то глючит. Так. Ну можно здесь каменоломню, да. Что-то дофига камня. Теперь цивиков. Ну, цивиков мало, потому что я как раз архивы строю. Тут глобально, понимаете. Если вы тратите в городе социальный капитал на проект, то он не вкладывается в общее сюда. Поэтому и надо... Разнообразно это все делать. Блин, 93. Знаете, продаваться у нас будет камень для денег. Потому что продается самое дорогое. Надо строить фермы. А денег мало, потому что мы мало вот этих домиков построили. На что у нас вообще содержание идет? У нас еще очень большое содержание в Уассете. Скорее всего из-за высокого несчастья. Минифер пятый, хотя нет, у Ассет третий. А, нет, тут у нас этот сидит. Жадный чувак. Минус три дисциплины. Там минус 26 из-за этого. Так, все, ноль приказов. Пока закончим ход. Отлично, у нас будет 25 приказов, наконец-то. Слушайте, есть Карфаген. Вау. А что он так долго тогда? Так у нас что, 8 получается? Раз, два, три, четыре, пять. Так, наши люди встречают на дорогу группу необычных карфагенских странников. Создается впечатление, что их здесь ждали. Незнакомцы достают оружие и кладут его на землю. А их предводитель на нашем языке выражает восхищение от этой знаковой встречи и предлагает мясо и вино. Ну, примем их щедрый дар, хотя типа минус 2 к легитимности. Ведете дела со странными спутниками. Не, давайте я приму. Нормально. Что, нормально к нам обратились. Рим завершает строительство по данным. Опять минус одну харизму. Так. Добиваем. Отряд колесниц под началом бесстрашного генерала, царя консорта Лобарны продемонстрировал выдающуюся отвагу в бою. Как вы наградите воинов? Повышение за 310 уровень празднества. Триумф плюс 2 муштры, вход за 630. Блин, ну в принципе... Давайте триумф 630. У ассет из херского царства идут караваны, груженные железными украшениями, символикой зороастризма. Миссионеры раздают их каждому, кто готов принять их веру. Пусть раздают. 180 железа распространяют. Нет, давайте конфисковать все до последнего побрякушки. Нефиг. Я против распространения чужих религий. Желаю внести свою лепту в поддержку сиянье. Неравнодушные граждане предлагают отправиться в Дикие Земли в поисках снисного. Сейчас ваша помощь не нужна. Давайте минус 80. Ну а с еды дофига. Олигарх Аминхотеп командир уходит в отставку. Окей. Так. Архивы построены. Ну, надо цивики накопить и сделать уже, наконец, чудеса построить. Поэтому советы проводим. Нет, тут вот тут надо архив. Так, сколько там для цивики? Ну, по-моему, 160 требовалось. Да, 160 цивиков, 168 камня. Единственное, что я его, наверное, вот здесь построю. А, это уже походило. Так, этим чиним. В общем, дерево надо. О, тут можем уже амфитеатр строить. Сколько он дерево... Камня 72. Нормально. Тут уже выросли, видите, до поселков еще в городок потом превратиться. Каждый поселок 30 монет дает. Деревни еще нет. Кстати, в Абджу тоже мы можем домик построить уже. Вот здесь мы будем его строить. Или нет, подождите. Вот здесь мы его как раз будем строить. Тогда давайте чудо вот тут построим. Так, у нас два хода до храмов. Так что ждем. И, кстати, можно... Да, давайте-ка мы последователя лучше. В Абджу не совет, а последователя, чтобы принимать... 8 ходов. А что так долго? А здесь сколько? 6. А здесь? 7. Так, больше у нас, по-моему, нету. Давайте в ЗАУ лучше после архива последователя манихейства. Нам надо будет укреплять религию просто. Вот сюда домик поставлю. А, один, блин, уровень еще. Так, тут нам нужна... Рудник нужен. 139. У нас в минифере нету домиков. Тоже один из... Почему так? Давайте вот сюда, я думаю. О, тут пастбища нету. Нифига себе. Что-то я пропустил. Каждое пастбище половина приказа. Это, блин, очень круто. Мне кажется, я хочу скаутом скорее походить. Ливийская пустыня. Так, ну и этим... Каминоломню. Домики вон там. Ну, там у нас есть рабочие. Он будет... Ладно, пошли сюда, наверное. Так, так, смотрите. Я еще не встретил Рим и Грецию. Три, четыре, пять, шесть... Ну, то есть восемь получится. Рим и Греция точно есть на карте. Несколько недель назад карфагенские путники чем-то угостили наших... Оооо, вскоре у тех начались разные, как казалось, несвязанные домогания, но теперь один за другим умирают. Еда была отравлена. Что это, жестокая шутка или акт политической агрессии, или заговор против вас лично? Возможно, мы это никогда не узнаем. Черт. Так, давайте мы потребуем от карфагена ответа. Однажды ночью, прогуливаясь по саду, ваш муж находит под деревом сверток пеленок, а в них крохотного и исхудалого младенца. Он приносит дитя к вам и уверяет, что его послали боги. Вырастим девочку как родную. Легитимность минус четыре, почему? Может вызвать изменения в наследовании и разгневать некоторых персонажей. Ребенок может остаться, но он нам не родной. Давайте может остаться, но он нам не родной, я думаю. У нас есть... Тут он хамон. Так, давайте с чудо начнем сразу. Восемь лет, тем более это... Вот у нас проблема вот с этим, распространение религии четыре. Мне кажется, мы его не сможем выполнить. Есть у меня такое подозрение. Рамы один ход. Давайте гонять гарнизон вот тут поставим. Или, или, или... Жалко, что в пустыне не все могут строиться. Это, конечно, странное ограничение. Честно вам скажу. Или сюда поставить. Давайте сюда. Ну, как бы против хетов. Бонус к защите, если что, имеет. Так, вот тут домики. Кстати, да, вот сюда давайте. Домики, потому что у нас постоянно сейчас нехватка денег. Надо бы... А за счет... Как раз за счет домиков это очень хорошо решается. Так, вылечимся. Потому что раненые рабочие на... На ход дольше все строят. Есть архив. Три гражданина. Давайте вот сюда камнетеса, чтобы вот, вот видите, показывает, что он добавит вот эти клетки. Здесь у нас жемчуг и рыба. Плюс нам нужно 300 на чудо, да? Да, ну, пока у нас хватает на следующий ход. Поэтому в Абу-Дже... Поэтому в Абу-Дже... Ну, вот, наверное, этого поэта. В Амунии архив завершен. Может, тут стены на всякий случай против Карфагена поставить? На всякий случай. Или здесь сделать пока специалиста? Вот это еще пол приказа. Тут через два хода соль можно будет. Не, надо что-то два хода... Давайте лучше совет два хода поделаем. Тут офицера. В мини-фере сюда офицера. Они дают муштры больше. Так, и 300 хватает. Я бы следующим ходом тогда каким-нибудь строителем начал уже чудо в Уассете. Просто только где? Вообще нету пустых, свободных клеток. Наверное, в каком-нибудь городском этом районе. Он уже поселенец прется. Вот, давайте мы сюда агентурную сеть. 300 монет. А, блин, слушайте, я же забыл, что я сюда мог кого-то отправить. Постоянно забываю. Так, герцогиня Хадшипсут. Герцогиня Консорт. Видите, какие... Вот это приятненько. Оба. И мы все видим сразу тут. В тире. Ну, давайте 300 монет. Так, сюда кого отправить? Бесис. Минус 4 десятых цивика. Ну, в принципе, норм. Или этого минуса... Да, давайте вот этого минус 1 муштра. Начинаем агентурные сети создать. И вообще мы можем сейчас шпионом нашим открывать все территории наших соперников. Наверное, сначала к хеттам отправим открыть. Потом в Карфаген. Так, по очкам я на втором месте. Персия уже почти треть набила. Доктрину открыли. Бесплатный булавоносец. Наверное, надо брать. Наместник в минифер. Умный. Хитрый. Отвага. Ну, вообще в минифере мы строим... В качестве навестника открывает караван. Но в минифере у нас юниты должны строиться. Как бы странно немножко. Так что давайте отвагу лучше. Так, верховная советница. Мудрость. Рост во всех городах добавляет. Харизму. Цивики добавляет. Дисциплина. Деньги. Давайте, наверное, дисциплину... У нас было минус 9, стало плюс 8 денег. Реально, проблемы с деньгами. Кстати, мне кажется, еще проблемы с лайками в этом видео. Я думаю, что как раз самое время поставить лайк, написать комментарий. И как-то финансово поддержать канал, если есть такая возможность. Стать спонсором канала. Либо суперспасибо под этим видео ставить. Это поможет привести Египет к процветанию в этой партии. Так, 7 ходов. Чудо. Ну, давайте. Так, у нас не хватает, наверное, камня пока. Цивиков уже хватает. Камня не хватает. 1200. Следующим ходом, если я сейчас ничего на камень не построю, конечно, будет следующим ходом. Блин, а мне хочется тут что-то на камень построить. Или нет, давайте лучше камнетеса. Как раз. Чтобы вот эту территорию присоединить. В элате архив. Так, ну тут надо вот сюда охотника. Повышение у лошадки. Давайте мастер счета. Не знаю, правда, как лошадка может быть мастером счета. Храмы можем строить. Блин. Как бы предлагает здесь строить, но... Хотя... А что нет? Ладно, давайте здесь храм. И можно, в принципе, уже начинать укреплять религию. Ну, чтобы что-то храмы давали. Сколько он будет строить его? Семь лет. А вот тут можно как-то убрать? Нет. Тут у нас просто болото, которое, видите, никак не убирается. Домик предлагает тут игра. Ну, вообще, кстати, да. Давайте. И этого на чудо. Так, а где оно? Может, там какие-то... Акрополь где-то важно где строить? Холм требуется. Так. Требуется холм. Можно строить везде, но на холме. Давайте смотреть. Тут у нас не холм, не холм. Вот у нас холм. Вот здесь. Рядом с воротами Иштар построим. Ладно, я лучше скаутами покажу сейчас. Ну, Ассирия тут место под город держит. Ну, что, в Ассирию добавить? Шпиона. Хотя, обратите внимание, что каждая агентурная, следующая агентурная сеть стоит дороже. Ладно, пока... Пока не хочу. Закончим ход. Ну, немножко не хватает камня, я его, наверное, докуплю. То есть, у меня сейчас будет... Хотя, 1100. А, ну, 100 камня надо будет. Даже больше. Блин. Так, нам дали сейчас булавоносца бесплатного. Украсть исследование, трирема, гавань. Гавань тоже интересная штука. Может, картографию давайте. С другой стороны, вот и мечников в топорщиков апнуть неплохо. Ладно, давайте, стали откроем. Я понимаю, что я могу еще менять, на самом деле, карточки. Прибывают посланцы из Ассирии. При нашем дворе многие имеют на вас обиды. Только дань может их успокоить. Заплатить дань, чтобы поддержать мир. 71 золото. Иногда война единственный выход. Мы тайно испытали конструкцию луков, подходящих для стрельбы из седла. То есть, за 990 монет мы объявляем войну Ассирии, но получаем двух конных лучников. Я думаю, что надо 990 монет. Ассирия тут самая неразвитая. Что они нам... Слушай, хотя сейчас посмотрим. Да, сила слабее, знания недалекие. Ну и что это? Так, ваш муж хочет провести год среди монахов города Джанет, чтобы научиться управлять своими страстями. Монахи сочтуют за честь, но они просят о пожертвовании, чтобы содержать монастырь в состоянии достойного высокого гостя. Нет, пускай он просто дисциплину получит и все. Нету у нас на пожертвовании ничего. Не, ну Ассирийцы, согласитесь, что-то быканули. С нифига. Надо сюда перевести юниты, конечно же, вот этих всех конных лучников. Так, булавоносец. Наверное, пускай идет, тренируется. И эта лошадка пускай идет, тренируется. Так, рудник в этом городе, соль добываем. Не добываются ресурсы, пока вы туда специалисты не отправите. Откладываем мы пока строительство чуда. У нас не хватит сейчас денег там все выкупить. Так, а вот сюда мы можем губера посадить. А у нас нету. Это все сидят уже наместниками в других городах. Так, тут ждем возможность строить чудо. Домик, гарнизон. Дайте вот тут гарнизон лучше. Там у них все в столице, да? Еще два гражданина. Напоминаю, что эта семья, у них быстрее все вот эти сельские жители строятся. Блин, уже, конечно, надо... Знаете что, давайте я жемчуг начну вот этим рабочим. Чудо чуть позже. Надо жемчуг улучшать. 145 денег. Так, что жемчуг тоже счастье, но, правда, никто из семей не ходит. Ну, в какой-нибудь город отправим. Так, и в самом Уассетте... Знаете что, давайте архив. Боэт-мастер задушен. Архив. Так, а вот тут бы я юнита построил, наверное. Катя, нам еще цитадель, я все никак до этих не доберусь. Блин, или подождите, или в Апчуд все-таки последует. Ну, 8 лет что-то долгое. Не хочу, 8 лет долгое. Блин, может сюда поставить спеца пока. Чтобы территория присоединилась. Так, ну, надо свалить отсюда. А то у меня сейчас... Ну, мне кажется, они и так этого скаута убьют. Че они вдруг решили мне войну объявить? Осириас, нихрена просто. Ну, конечно, есть проход, но если она будет столько тратить приказов, чтобы, честно, до меня дойти. Ну, это самое неразвитое. Видите, всего... Сколько городов? Всего 5 городов. Причем, 4 только развивающихся, даже неразвитых. И по науке отстают. А я сейчас открою сталь, например, у меня уже... А, слушайте, у него тоже уже топорщики есть. Блин. Царь шума мертв. Начинает строительство мавзолея. Так, ну, дальше, видимо, лучника надо тоже, чтобы апнуться. Блин, усмирить город тоже прикольная штука. Ладно, у нас денег нету для усмирения города. Маловато, скажем так. Так, что за события? Математики из ЗАО предстают перед престолом, чтобы представить свое новое открытие. Они считают, что у этой важной находки может быть множество полезных применений. Либо приглашаем ко двору, либо продолжать. Да, 270 науки. Это круто. В мини-фер засилье коррупции. Призматичный местный аристократ вызвался искоренить нечистую на руку администрацию и восстановить подобие чести. Это вот недовольство пятого уровня. Пускай беспрепятствия. Минус один уровень. 1330, минус два уровня. Давайте... Давайте минус два попробуем. Там 1230, да? 1330. Минус два уровня. Это очень круто. Существенно... Видите, уже начинает игра тормозить, когда открывается вот... Это за счет того, что я очень много территорий вижу сейчас. И из-за этого начинает игра притормаживать, конечно. Все еще они ее не до конца оптимизировали, к сожалению. Так, тут камнетес сделано. И давайте, наверное, архив. Там все еще не хватает камня. А вот цивиков... Вообще могу закон, конечно, принять. Терпимость или догматизм. С другой стороны, у меня других-то и религий нету, кроме манихейства. А изгонять мне что-то неинтересно. Да, у меня ни в одном городе нету никаких других религий. И тут неинтересно принимать. Так что пока ничего мы не принимаем. Зато апгрейдим мечников. Так, сначала уровень дадим. Кровожадный. 100. Значит, приказ. 100 железа и 80 муштари. Нормально. Тоже сначала уровень. Шторм второго уровня. 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 ну стоим ждем ассирийцев если конечно припрутся у меня сомнения так ну эту коняшку где-нибудь эти вот здесь будем хотя у нас тут еще походить что тратить ходы пока раньше времени тут надо стоять просто следить сну контролирует проход как по-другому тут ассирия ко мне будет 60 приказов у карфагена 60 просто охренеть так как у нас вообще отношения но там карфаген нас отравил еще и крит прошла просто ваншот блин убили скаута так бесплатный лучник 800 мудринера ссылки бесплатного лучника мне 800 муштры нас муштры нормально и так спортного лучника возьмем одна деревня на улице когда вы сюда давайте подиум на ломня ну тут пора сорга кстати гарнизон можно дать вот здесь гарнизон лучше сначала все никак ко мне не соберу на чудо вы стороны строить мне пока нечем чудо архив давайте третьего уровня архив там есть амбиции где нужно четвертого уровня форума архив их казначейства охотник два гражданина есть монахи да тут больше пока некуда ну давайте давайте нара стены тут построим так камни чёс три гражданина давайте монаха наверное сделаем еще или архив ван архив будут по науке пошли конкретно а вот удалучников конечно тяжеловато улучшить потому что куча дерева требуется что удалучников мы пока улучшать не будем о кстати а вот этот чувак уже полностью прокачен у нее больше не будет уровней что можно его отсюда убирать чтобы он не занимал место прокачки кого туда поставить эти тут качаются ну-ка ляточку вот эту наверно так походу все мечники до до топорщиков улучшены у меня еще три приказа осталось а ходить нечем ну ладно продадим не помешает как нас вообще развитие так ассирия сила аналогично знания недалекий то есть армия у них такая же по развитию хуже то же самое с хеттами персы сила аналогичные тоже отстают вавилоняне слабее но у них лучше знания карфаген и сильнее но знания хуже так и мы раз два три четыре пять и мы не встретили рим еще и рим и грецию в общем я уверен что у них там получше чем у меня потому что они довольно много чудес построили пока персия конечно впереди так а почему у меня этот на автомате подождите блин отмените автоматизацию я трачу сейчас только что потратил приказы вот нафига он сюда прибежал тут все открыто зачем он сюда прибежал вопрос бесплатного лучника получили лесопилка копейщик ну наверно до купальни открывать тут еще и эти законы прикольные так отменим автоматизацию этого парня стоим здесь ну лучниками наверно тоже тут останусь пока рудаков о соль появилась давайте куда мы его отправим двенадцать несчастье больше всего в элате накапливается но там второго уровня пока что в джане одиннадцать и третьего наверное в джане надо хотя вот у вас эти четвертого я вообще могу соль в ассет чтобы оно вообще перестало накапливать все таки у ассет мне больше всего дает вот лесов пока что есть рудаков еще есть граждане и сюда и сюда и в храм хочется с другой стороны последователи манихейства семь ходов может последователи манихейства построить последователи сделаю так гарнизон есть давайте губера матриарх семат давайте вот эту любезную тут и на рост тут минус 1 муштра меня устраивает правда старовато 43 но что поделать у меня все этого поколения какие то не очень чувачки все так ну что пора уже все таки чудо как то начинать сколько мне надо камня 3052 деньги хрен я ее сейчас получу просто наверно пока стоим там 1 деревня пока что нет я тоже тут стоял пока тут опять может налет быть в любой момент вот так бы встал на и даже укреплюсь может каменолом не лучше здесь сделано закончу год пока не понятно что там рабочим делать как бы мне дерево на самом деле получить я бы хотел апнуться в лучников но у нас у нас очень много содержания у нас на все монастыри содержания парфаген некрополь наместницы это которую я только что нет наместник элата да по моему это только что я ее назначил а сразу умерла да блин прикол просто минус считайте 100 цивиков и 2 приказа с нихрена класс а ей там ну а я сказал что она старая там 43 блин так все только судачат о том что в небе над зао утворились какие-то чудеса на рассвете солнце окружили две багряные дуги за ними появились кроваво-красные державы и множество скипетров эти фигуры будто бы сошлись в схватке и летали туда-сюда не меньше часа когда солнце разогрелось вместе с ним засияли и странные фигуры а затем исчезли напоследок по небу проплыло огромное черное копье похоже на сказку но многие жители зао видели это воочию теперь народ беспокоится что это было предвестие чего-то невероятного так знак того что мы сокружим ассирию ополченца получим пока я у власти нечего бояться плюс 60 несчастья но плюс 4 легитимности и какое удивительное редкое природное явление мы должны его изучить плюс 140 науки естественно вот это берем блин ну вот остальные тут два наместника мне не нравятся минус 2 цивика хотя минус 2 всего зато к росту ладно блин да это 47 иначе опять умрет вот эту я точно не хочу из-за несчастья блин хорошо вот здесь в джанне никого невозможно назначить а в амунии минус 14 ладно давайте вот эту хинут тут минус к несчастью все-таки но минус 14 денег да у нас маловато выбор рамисидов и саитов так отношение с семьями отличное отношение с религией отличное продолжаем исследовать карфаген тут гарнизон так как мы можем наверное второй домик уже делать нет не можем пока и у нас уже минус по по железу содержание идет надо и рудники где-то построить что он где-то нь и 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 вот эти тут рудники будем а стоп это еще не нам не моя территория факт вот тут блин тут дерево надо сколько 162 против кавалерии против ближнего боя дайте народ точность так один гражданин еще каменоломню тогда будет нас этот центр каменоломни здесь форум завершили ну фиг знает еще строить совет проведем соц капитал муштра и деньги 80 на честь не хочу последователям манихейства не хочу наверно давайте пастуха просто для трое граждан не работающих их надо как специалисты разместить ну и скаута сюда ведем чтобы контролировать где там армия кстати можно потихоньку апать наверно этих лучников давайте я куплю даже приказы я посмотрю что тут есть орлиный глаз это крутое повышение для стреляющих юнитов они могут стрелять тогда с любого расстояния нету штрафов за расстояние следим за ассирией куда он попрется тут интересно могу я обратиться а так у них война как только это сказать может я там обратиться чтобы они объявили войну ассирии они в войне и так это же здорово ну там походу ассирия выносит может может помочь иудаизм просветление а только сейчас причем хетты объявили войну ассирии так у нас тут несколько генералов и наместников умерло мы продолжаем нести потери разве многие советники высказываются против перемирия и даже напротив призывают начать захват вражеских городов тут амбиция появляется захватить три города ассирии но мне ну я не выполню ее просто так нету новых вот у рамисидов очень мало к сожалению лидеров чтобы их в города назначать проблемка у нас тут с этим так вот эти специалисты сюда чтобы жемчуг добыть ой остается сто сто камня наконец то будет плюс сто восемьдесят пять ну я бы еще совет провел зал последователь манихейства создан так слушать а укрепить религию по моему четыреста стоит а нам на нужно триста на чудо да то есть семьсот итого вообще будет нет давайте тогда сначала эти строить храмы он камень требует сорок восемь так у нас будет плюс камня сто восемьдесят пять нормально можно начинать с храма у нас просто еще ни одного храма не построено чтобы укреплять на храм смысл а я могу еще одну еще один домик нет уже два из двух два из двух так давайте поскачем потихонечку так так о у нас не апнут блин я думаю уже всех топорщиков апнул ну тут пока ждем я не знаю вообще я хотел так давайте наверно вот сюда рудник что у нас железо вообще уже минус три сто семьдесят пять фермы фермы рудник храм храм может бараки действительно вам блин там а чё то чё то пока сомнения у меня тут все что строить тут домик я бы наверное сюда а вообще вот у нас уже соль можно добыть вот соль сто семьдесят шесть последователь манихейство завершён и один гражданин наверное на пастбище надо тут архив первого уровня давайте форум так сорок потрачу у нас будет тысяча нет мне не хватит тогда давайте совет хочу уже следующим ходом начать строить блин тут еще есть меткий стрелок блин знаете что потрачу наверное да меткий стрелок тоже круто орлиный глаз и меткий стрелок прям комбо для стреляющего юнита так наверное ферму тут добью просто пастбище фермам бонус дает к эти 13 а там ниже 10 только так сколько нам 66 монет надо тут мы ждем строительство чуда так пять приказов я наверно скаутами побегаю красиво тут всякое построено тоже дофига камня у карфагена так вот мне интересно переключится сейчас ассирия на на мои юниты то есть хочу просто узнать компьютер против игрока тотально играет или все таки ну тут тут же важнее конечно уничтожать юниты хептов не нормально так сейчас немножко прорядим наверное блин дофига тут юнитов вообще а до сих пор пишет что ассирия слабее о контролируется у я не достигли царь карфагена мертв славный царь бастар новый мнение о нас расстроенная племенной налет около амунии наместник абджу погиб на службе принц тут он хамон достаточно взрослый чтобы пройти обучение окей так соборы вот соборы нам еще рано будет давайте давайте на рассветилище копейки вообще какой у нас тут прорицание к аристократии ведет и к послу наверное все таки давайте прорицание откроем чтобы аристократию потом открыть так где у нас там налет хренаси так как нам тут лучше встать блин я конечно лучше апнул в лучника там сто а так во первых хочу начать уже чудо строить надоело давайте акрополь пятнадцать лет так со смертью царя болгана славного карфа из карфагена правление карфагена перешло к царю бастару новому из карфагена новый правитель не теряет времени на то чтобы заявить о себе отправив к вам вооруженный отряд дипломатов предъявляет вам требования так 77 за 40 лет 30 железо 40 лет не давайте война так война и в шопу стоящей уединенной рощи среди деревьев храм из гранита это мы этот построили священный город манихеев так принц тутанхамон пускай изучает политику ассирийские знамена лежат у ваших ног но нация еще не сломлена в ожидании приказа генерала сэра младшей сообщает что воины устали и хотят вернуться домой он предлагает пойти на решительный штурм чтобы сдвинуть чашу весов и окончательно доказать превосходство египта амбиция убить 10 юнитов вражеской нации ассирия захватить три города нет не нужно все обдумать так новый наместник у нас вообще есть минус двадцать пять четыре ну шестьдесят четыре года я считаю бессмысленно тратить на это цивики так а вот тут у нас что либо философия всех городских специалистов быстрее и все города наука за форум либо инженерное дело стоимость чуда дешевле можно строить дороги через реку нет давайте философию примем реально плюс одна наука за форум это у нас добавится семь науки ну тем не менее тем не менее вот видите я уже отсюда достреливаю обратите внимание просто да так храм построен ну раз построен храм тут у нас монастырь странно немножко странно показывают где строить ладно 8 приказов я боюсь тут нам сейчас наваляют 1159 давайте попробуем тут мы стоим в гарнизоне это плюс 20 к силе юнитов но юнитов тут дофига надо что-то туда перебросить еще так и так ух тяжело сейчас будет вот эти набеги это даже сложнее чем против цивилизации других так гражданин следующим ходом еще один когда совет потом гражданина куда-нибудь запихнем архив форум этот стоит здесь этим надо а где у нас тут монастырь вот он да так и куда мы храм наверно сюда куда-то мы храм просто храм должен рядом с двумя быть городскими также мы храм только сюда вот можем поставить получается ладно заканчиваем ход сначала нам ассирия нет вообще человек это должно вот этого добить я надеюсь а блин минус скаут нет еще нет хитты раньше ходят чем ассирийцы давайте вы убьете вот этого лично интересно я смогу атаковать на территории но я как бы атаковал на территории но ой это он по двум сразу урон наносит и на ночь и минус рабочий ну да и тут не жалко хорошо что они на него отвыклись меньше урона по этим юнитом будет меха просвещенная потерял дисциплину да что такое общем я лесопилка отмечена куда она ведет в рощу лесопилка это роща но я бы сначала аристократию открыл а тут ее нету да я могу заново перемешать так как я ученый вот аристократию хочу сначала чтобы посла можно было назначить и централизации либо вассалитет принять отлично как можем хетом помогаем как можем так здесь коняга нет врываемся сюда потому что тогда урон нескольким можем нанести коняга и видимо сюда эти убиваем получаем штурм стреляем коняга еще не убивает влазим сюда так получаем штурм еще раз и наверное вот этого еще про атакуем за один ход два юнита гонец приносит письмо из академии от принца тутанхамона дорогая мехаа в качестве задания учителя наказали мне написать тебе письмо у меня все хорошо не на что жаловаться иногда скучаю по отцу но я справлюсь плюс 40 очков опыта при дворе судачат об одном знаменитом ученом и философе с востока говорят когда-то он отказался служить бесчестному господину и добровольно удалился в изгнание конфуций так зовут чужеземца просят обуэдиенции с вами он желает изложить свои взгляды о правлении и нравственности идея его звучать странно но трогают душевные струны конфуций придворным конфуцианство амуния минус 1 несчастье вход минус 2 муштры но плюс 20 процентов да наверное вот это возьмем пускай в амунии конфуцианство так что у нас появилась жемчуг никто из этих не хочет жемчуга давайте о волос эти уже минус идет лично тогда куда отправим жемчуг джанэ третий уровень четвертый давайте в абджу так и наместники у нас тут хреновый нет не нравится слишком старый а у этих не пыль блин можно конфуция конфуциана было наместником придворным я бы его наместником кого-нибудь отправил да наверное так и надо было сделать а точно вот здесь храм на пустынке лично так и вот здесь и где у нас что мне храм предлагает вот тут устроить а потому что рядом с двумя он должен быть точно за рядом с двумя городскими клетками ладно блин не тем походил так вот и закончились приказы там видимо минус скаут будет и но надо как-то попробовать его куда его спрятать давайте куплю два хода как-нибудь вот так а ну а ну вот Так, вылать из стены Два гражданина И некуда их отправлять Ну давайте одного в храм Не в храм, точнее, или вообще в храм реально Давайте в храм А другого сюда на каменоломню Отправим Не, ну хеты должны нам быть благодарны Хотя По отношению я этого не чувствую А сери... Написано, что хеты по силе Да, все равно минус каут Можно было не пытаться А где вот эта у них аналогичная сила Если тут их Ассирийцы мочат Блин, да харе там все грабить Плюс один отвага Нормеру О, рост границ возьмем Все города плюс шесть клеток Зашибись Аристократию открыли Это значит посла Можем назначить Блин, а что так минус Все такие тупые Не, я на это посла не буду Пока Зачем Это у нас тупые послы Зато можем Нет, не можем У нас нету цивиков А что за законы вообще Открылись у нас Централизация и вассалитет Плюс десять цивиков Вход и столица Плюс две науки За уровень культуры То есть плюс шесть будет А вассалитет Потребление ресурсов юнитами Наверное Централизацию Конечно Брал Потребление ресурса Еще минус два юнита Так, пошли тут ремонтировать Камнетеж Давайте вот сюда рыбака Пастух Ну, в монастырь Так, вот этого Одион Ферма Чего никак крепость Не построю Мне бы в минифере Крепость Чтобы Крутые юниты Делать А, слушайте Я тут не походил Еще Надо Убивать А что-то не хватает Подов Так Ну, давайте Марш Бросок Про то, что могу Атаковать на чужой территории Помогаем Хеттам Как можем Мне войну Ассирия Объявила Уже слабее Сила А у хеттов Аналогично Будет сейчас Очень смешно Если мы Разберемся С Ассирией И хетты мне Войну Объявят Так, давайте Наверное Перекину Сюда Карнизон В Сиене Давайте Таусерт Минус Одна Наука Зато Минус Одно Несчастье Ну и все Заканчиваем Ход Так, я уже Третий По очкам Вообще-то Там Карфаген Во все Развивается Чего-то Карфаген Не хочет С Римом Хотя Может он Воюет А просто Не встретил Рим Поэтому Не знаю У Вавилона Со всеми Перемирия У Персов Со всеми Перемирия Вот Хетт Вот Ассирия Воюет Со мной И С Хеттами Зачем-то Ну я думаю Что Продолжение Этих войн Египетская Ассирийская И египетско-карфагенская Уже В следующей серии Еще Варвары Нагнетают Конечно Господи Все Все грабит По очереди Но В следующей серии Спонсоры канала Уже могут Поискать Во вкладке Не во вкладке Сообщества Все время Забываю Что Ютуб Поменял В Плейлисте Специальном Прикрепленном Комментарии В описании Можете искать А Для всех остальных Серия выйдет завтра Спасибо, что смотрите Комментируете Лайкайте Не забудьте Кстати, это сделать Слава Украине Живе Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok